Нашли два конца, надо срастить, вот такое расстояние берем, раз, подломали, выравнили вот так, здесь отступили, вот так примерно. Заходим, раз, все, постараемся, чтобы он натяжечку не был, вот так немножко гармошку собирать, проталкивать, вот такими движениями, раз, два, раз, два, доходим до серединки, где у нас залом. И выходим здесь, все, берем наш второе место, и пропускаем его сюда, в петлю. Бывают сращиватели, там, спицы, там, и так далее, в данном случае это бывает. Далеко продевать не надо, иначе не протащить будет, буквально кончик такой, аж поменьше стараться его так чуть-чуть подзаломать, дать натяжечку. Все, вот у нас, в принципе, готово, готов рукав, чтобы туда протащить вот этот конец. Задача наша сейчас здесь сделать слабинку, вот, взяться за вот эту, за эту часть. И вот такими движениями, вот, мы затащили тросту, вот этот вот край. Теперь этот бросаем, делаем слабинку, и такими движениями подтягиваем. Суть в чем? Суть в том, чтобы внутри остался тоннель, коридор, который не стягивает вот этот край. Вот мы его здесь слабинку даем, здесь протягиваем, протянули, опять слабинку дали, протянули, вот так вот, вытащили здесь. Так, вытащили. Значит, задача спрятать вот этот вот кончик, чтобы не подрезать его потом ножом. Здесь можно также слабину дать, гормошечку вниз спустить вот так вот. Вот, раз ушел, да, здесь поставили палец, зафиксировали, и гормошечку вот сюда распрямили. Раз, вот, одна сторона у нас уже готова. Вот здесь тоже этот край распрямили, и взяли запас, купим, 2-3 сантиметра. Здесь сделаем заломыш, и заходим с этой стороны. Если трос слежавшийся, его надо просто немножко вот так вот поворошить. Он внутри пустотелый, без сердечника, поэтому вот такой способ. Так, дошли сюда до серединки. Здесь самая, чтобы, основная задача, чтобы красивее, нормально срочить трос, зажать проволоку, чуть-чуть оттащить сюда, немножко пройти подальше и выйти здесь. Вот, чтобы у нас получился монолит. А не такой момент, когда кусок троса просто наружу торчит. Здесь все то же самое. Маленький кончик. Теперь здесь мы можем взяться за трос с этой стороны, создать нагрузку, чтобы нам легче было вот этот краешек туда завести. Вот, держим здесь. Вот у нас петля получается. И такими движениями, раз его завели, все, этого достаточно. Теперь делаем слабинку здесь, даем слабинку. Аккуратными движениями, сюда протаскиваем. Все в чем, если у нас трос не идет, значит здесь затянуто. Значит здесь надо дать чуть-чуть слабину. Соответственно, если слишком большая гармошка, то он тоже не будет просунулся. Вот мы его потащили. Все, проволоку вытащили. Далее, наша задача расправить гармошку и смотрим как трос туда. Можно вот сюда подтянуть и отсюда уже практически исчезли. Вот у нас середина получается. Дальше, середину вот эту не теряем, где у нас там ножик. Если мы в поле ушли с проволокой и с ножом, единственное, что у нас есть, это рукоятка, через которую можно дать динамическую нагрузку. То есть кладем трос вот так, встаем на само перо ножом и даем вот так вот нагрузочку. Вот здесь видишь ножик. Все, это достаточно. Вот у нас и трос. Я понял. Попробуйте посращивать. Спасибо. 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 Спасибо.